Всем привет! Сегодня у нас 13 октября 2019 года. Хочу показать очень поздний ценный сорт сливы Анжелена. Дивойные сливы. Вот такие вот плоды в этом году. Отличная загрузка, очень мне нравится. То есть опыление его. В данный момент очень много плодов. Рядышком подсажены такие сорта, как Ацарк Премьер, Калибр, Рубик Ранч, Генерал, сейчас будем рвать, Барон Голд, Желтая Фаска. Вот такой вот калибр в этом году дождался. Вот сейчас покажу. Крупный. Крупный вот реально в руке. Наверное грамм по 100 должны быть, а может быть и больше. Потому что в те годы был размер не очень такой впечатляющий. По 50 грамм были, по 60. А в этом году я обязательно положу на весы. Сейчас у нее, у этой дипоидной сливы, техническая спелость. То есть кушать ее сейчас она не очень. Ей нужно полежать как минимум 2-3 недели. Она тогда начинает. Вот на данный момент на 13 октября вот такой цвет мякотет у нее. А уже как она начнет лежать, она начинает краснеть. Она полностью красная будет, эта мякоть. То есть сорт классный. Поздний, отлично лежит. Хранится в обычных условиях, без пакетов, в обычном подвале. До нового года без проблем. То есть отлично. Если хранить его в более регулированной температуре и помещениях, то я думаю, что он будет до весны отлично себя показывать в лежке. Вот такие вот плоды. Сорт сливы Анжелино. Я уже не раз ее снимал. То есть это получается третье плодоношение дерева. Я не раз снимал, но плоды с каждым годом становятся все крупнее и крупнее. То есть первые годы я так аж чуть раз зачаровался, потому что плоды были по 50 грамм. Как-то не серьезно. Но деревцо, естественно, было молоденькое. Это дерево уже подросло. И стало. Обрезается каждый год, да, на черенки. То есть прирост весь срезается, потому что очень пользуется спросом данный сорт у нас в Украине. То есть я его показал, людям понравился. Сейчас покажу его с этой стороны. Такие вот плодяки. Людям понравился и начали его сажать. Вот видно загрузка на ветке. Замечательно. То есть, ну если его посадить, например, вот показываю. Если его посадить в одно деревцо, то естественно, ну в саду, то естественно он будет опыляться плохо. Ему нужен опылитель. Конкретно какой опылитель для этого сорта, подсказать не могу. У меня в саду разнообразие диплоидных слив, обычных слива лучи. То есть его что-то очень хорошо опыляет. Те сорта, которые рядышком растут, я уже говорил, какие сорта. Вот так вот можно видеть. Сейчас покажу еще одно деревцо у меня. Тоже этого сорта. Тоже загрузка отличная. Вот подошел к другому деревцу. Тоже можно видеть хорошая загрузка. Очень хорошо он вяжется. То есть чуть-чуть подгнивает, конечно, под осень. Но это можно избавиться от гнили таким препаратом, как свитч. Такие вот подяки. Соберу. И будем зимой кушать. Сниму обязательно, продегустирую. Хотя уже не разу дегустировал. Вот такой вот замечательный поздний сорт. Сегодня у нас 3 декабря 2019 года. Слива Анжелена в хранении. Вот такие вот имеют плоды. Вот такая вот красавица. Не гниет. Хорошо хранится. Без газовых камер, без пакетов. Просто в обычном подвале. Это самая легкая дипоидная слива. Давайте посмотрим, какой у нее вес. Плодоносит у меня уже не один год. Опыляется хорошо. Вес довольно-таки немаленький. Первые сигнальные плоды были, конечно, не сильно большого размера. Ну, а сейчас уже дотягивает до 100 грамм и выше. Сейчас посмотрим. Вот 100 грамм есть. Вот так. 100 грамм. А то снег прилип. Есть и крупнее. 127 грамм с почти 130 грамм. 104 грамм. 107. 101. Ну, грубо говоря, в этом году уже заявленный вес нормально себя показал. Пуше те годы были по 50, по 60, по 70 грамм. Дерево окрепло. И начало показывать уже свой полноценный вес. Давайте сейчас разрежем. Плод посмотрим, как он в спивом состоянии. У него мякоть должна быть. Видно, вот сок течет. Вот такая вот у него мякоть. То есть при срыве были, был цвет мякоти у него такой желто-бежевый. А когда при хранении, цвет мякоти становится вот такой вот красный. Косточка отделяется. Очень красивая мякоть. Сорт Анжелена. Он сейчас вот как раз набрал все свои вкусовые качества. Вот такой вот сорт. То есть я бы его употреблял вот конкретно в данный момент со средины ноября и до нового года. Потому что при срыве, при технической спелости у него нет этого вкуса, который есть сейчас у него в данный момент. Давайте посмотрим. Сок есть? Есть. Вот течет сок. Сок прозрачный у него. Попробуем на вкус. Ах, класс. Тает во рту. Очень сладкая. Очень-очень сладкая. Да, это его пик. Пик вкуса на данный момент. Офигеть. Очень классная. Так, ну давайте попробуем с другого плода. Вот это как раз его потреблять надо. А, давайте глянем. Косточка отделяется или нет? Вот отделяется. Косточка очень маленькая. Можно видеть по сравнению с плодом. Тут сколько мякоти. Косточка вообще у меня. Класс. Сорт хороший. Я его первый раз, когда попробовал, недооценил по вкусу. Мне он показался каким-то посредственным, безвкусным. Но я его просто не в правильные сроки потреблял. Я его начинал кушать вот там вот октябрь до ноября. А уже в этот период у меня там оставались они. Ну, не понял я вкуса, не распробовал. Такой от сорт Анжелена. Я думаю, что кто не купит, то будет довольный этим сортом. Если будет посадка этого сорта, одного дерева в саду может опыляться плохо. То есть нужны опылители. Какие-то другие диплоидные сливы или сливы. Еще хочу показать на данный момент Рубикранч. Сейчас я положу рядышком его. Тоже хорошо хранится. Сейчас, секундочку. Так, вот рядышком положил Рубикранч. Аж рука за шпуру за шпуру за шпуру за морзло. На улице холодно. Давайте разрежем его. Вот такие вот плодяки. Вот можно видеть. Лежит отлично. Я уже его показывал. Вот Рубикранч. Поздний зимний сорт. Хранится тоже бесподобно. Давайте разрежем, посмотрим, какая у него мякоть. У него изначально мякоть. Розового цвета была. То есть сейчас по мякоть я не похожа. Вот рядышком Анжелена это Рубикранч. Чуть-чуть вот разрежем. Вот такая вот. Вот это даже чуть-чуть мякоть сейчас посветлее, можно сказать. Рубикранч. Давайте попробуем на вкус его. Анжелена сладкая, сильно сладкая, сочная. А Рубикранч, давайте попробуем по соку. Есть сок у меня. Вот она плотная, намного плотнее. Сока меньше, чем у Анжелена. Сока меньше. Сейчас попробуем на вкус. Вот в руке Рубикранч, а вот в руке Анжелена. Вот можно видеть сравнение мякоть. А косточка у Рубикранча тоже маленькая, вот отделяется хорошо. Давайте попробуем на вкус его в данный момент. Слышно сразу, что сорт хрустит. Сорт кисло-сладкий. Кислоты у него намного меньше, ой, сладости у него намного меньше, чем у Анжелены. Кислоты больше. Вот такой кисло-сладкий сорт. Слышно прям как хрустит. Но вкус хороший такой. Приятный. Вот такой вот небольшой видео-обзор. Большая просьба, поддержите это видео лайком. Не забывайте подписываться на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok